Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас пустые баночки. Пустые баночки Avon и Froshe. Самые достоверные отзывы. Закончилась вот такая пенка Nutri-Effect. Это один из немногих продуктов уходовый, именно, который я обожаю просто в Avon. Мицеллярный скраб и вот эта пенка, которая просто идеально, девчонки, подходит для жирной комбинированной кожи. На умывание ежедневное она великолепна. У меня еще одна такая стоит в запасе. Люблю, не могу. Пенка восхитительная, выдает заодно нажатие хорошее количество продукта. Хватает этого тюбика надолго. Цена наибюджетнейшая, с тонем большим с рублей, поэтому очень рекомендую. Так, из Avon еще вот такая мицеллярная водичка Возрождения. Недавная новиночка из In-U. И вы знаете, понравилась, хотя средства от In-U тоже мне мало какие подходят на самом деле. С гиалуроновой кислотой, витамины В3 для всех типов кожи. Она мне не щипала глазки, практически лила в глаза и дискомфорта никакого не было. Поэтому вот этой мицеллярочке тоже ставлю пятерку. И она, знаете, довольно такая питательная. То есть ощутимо, что действительно в составе есть какие-то витамины. Кожа после нее гладенькая и даже не хочется умываться. Но мицеллярку все равно надо смывать, особенно In-U. Состав тут у них такой прям термоядерный. А так классный. И запах классный. Расход маленький. Вот такой тут дозатор, крышечка с дырочкой. Все в ней, в принципе, хорошо. Так, от Avon еще что закончился. Вот такой гель для бритья, девчонки. Это у нас линейка Avon Works для нормальной кожи с маслом жижова. Вы знаете, понравилось. Мне девчонки его рекомендовали попробовать. Сказали, что попробовав один раз этот гель, жизнь моя не будет прежней. Очень крутой гель. На самом деле рекомендую, девчонки. Прямо с ним такое комфортное бритье. Невероятное. Пены мужские у меня есть. Я у мужа так потырю. Не то. Дала попробовать мужу. Не отобрал. Но сказал, что в принципе неплохой гель. Поэтому, возможно, будет, если еще на акциях, повторю, 150 мл. И цена довольно бюджетная. Классный. Он такой сиреневого цвета сам гель. Приятно пахнет. И расход у него довольно экономичный. Так, от Avon закончилась водичка мужская. Премьер. Люкс. Вот такая вот у мужа. Нравится. Мне очень нравится Премьер Люкс. В принципе, во всех ее воплощениях. Классный аромат. Здесь много сладких ноток. Даже какие-то слегка пудровые. Но они такие мужские. Шипровости в этом флакончике практически нет. Но он довольно стойкий. Я его на мужа ощущаю прям неделю, можно сказать, от одежды. Классный аромат. Мне очень нравится. Девчонки, увидите на акциях. С вашему супругу обязательно возьмите. Мне кажется, возрастная категория, на которой этот аромат будет очень хорошо раскрываться. Ну, даже 25. 25, 30 до 50. Прям вообще класс. Классный аромат. Вкусный. Очень вкусный и очень дорого пахнущий. Так, что у нас тут еще из Эйвен. Вот такая маска закончилась. Здесь линейки Клиар Скин. Для глубокого очищения кожи. Против черных точек. Она глиняная. Засыхает на вашем лице в корку. Вот тут она вот прям вся засохла. Голубого, ярко-голубого цвета. Потом подсыхает. Сыпется вся. Становится бледного такого цвета. Действительно хорошо вычищает поры. Очень здорово подсушивает кожу. Поэтому для жирной кожи, для кожи, на которой есть прыщики высыпания, я вот этот продукт рекомендую. Для подростковой кожи, опять же, да, подойдет отлично. Вот подсыхает на лице все моментально. Дальше, девчонки. Из Эйвен. Два геля для душа. Побережье гибискуса. Недавняя новиночка тоже. Эссенция с два в одном для мужчин. Вот такой вот сто лет уже стоял. Муж наконец-то допользовал. Грифрут и кедр. Пахнет классно. Больше чувствую здесь грифрут. А побережье гибискуса. Тоже очень классно пахнет. Мультифрукты. Мультифруктовый сачок такой. Классно. Ну, гели у Эйвен Сенсос почти все классные, крутые. Поэтому долго на них останавливаться не будем. Что еще покажу? Маску вот эту. Я вам уже рассказывала о ней. И пост в инстаграм писала. Мне не очень понравилось. Во-первых, как обещано в инструкции, пунктирные линии должны, по которым мы должны ее сгинать, чтобы сама ткань смешалась с сывороткой. На упаковке никаких пунктирных линий нет. Пришлось догадываться, мучиться. Во влоге мы с вами, да, смотрели, как ее все-таки сминать. Кое-как смяли. Сыворотка проникла к маске. Здесь ее, кстати, еще осталось много. Но она мне не очень-то нужна, если честно. Ну, так на ручки, может, сейчас дамажу и выкину. Эффекты от маски. Легкое увлажнение. Никакого выравнивания тона. Даже наоборот, какие-то, вы знаете, покраснения, что ли, после нее появились. Защита и увлажнение антиоксиданты, экстракт бурых водорослей. Повысить способность кожи противостоять негативному воздействию окружающей среды и удерживать влагу в глубоких слоях. Вообще не понравилось. Нет. Люблю такие маски, когда тон выравнивается, да. Когда они обладают лифтинг-эффектом. А просто увлажнение мне не понравилось. Мне не понравилось, как у меня после нее выглядела кожа. Поэтому нет, не возьму больше. Осталось еще две штуки. Как-то надо вроде и допользовать. Так. Все. Эйвен кончился. Давайте теперь дальше. Тут у нас и фраше. И покажу вам еще вот такой вот шампунь. Корректирующий шампунь от Эманси для нормальных и жирных волос. Очень понравился, девчонки. Я вам, по-моему, и пост в инстаграм писала, и видео отдельные есть, где я вам рассказывала про этот уход за волосами. Понравился безумно. У меня бальзам еще есть, хотя там флакон в два раза меньше. Шампунь уже закончился. Потому что бальзаму нужно самую капельку, чтобы волосы вообще просто ожили. Классная уходовая линейка. Мне кажется, что-то около полутора тысяч стоит каждый продукт. Может, даже чуть подешевле, тысячу с небольшим. Запах классный такой, дорогой, люксовой косметики. Понравилось. Если хотели давно попробовать и не решались, я вам очень советую вот этот уход от Эманси. И круто регулирует выделение себума кожи головы. То есть она дольше остается чистой. Вот вообще супер. Лак Тафт, который я вам миллион раз уже показывала. С помощью него я только делаю укладку. Именно вот этот вот зеленый воздушный объем. Это для тонких волос. Комплекс коллаген бамбук нравится. Я поднимаю прядь, делаю легкий начес, опускаю ее и все. И сутки, а то и двое у меня эта укладка держится на голове. Поэтому вот только этот лак. Он у меня всегда тоже в запасах должен быть. Вы просили показать, какими зубными пастами я пользуюсь. Я специально оставила вам коробочку. Это биокальций, сплат. Вот так она выглядит. Мне больше всего нравится именно вот эта вот голубенькая. Восстановление эмали и безопасное отбеливание. Вот эти пасты я считаю крутыми. Но здесь, опять же, девчонки, дело невкуса. Нет, подходит, не подходит. Как мы проверяем, подходит паста или нет? Я вам уже рассказывала, меня там раскритиковал народ. Почистили с утра зубы. И до вечера на зубах налета не должно появляться. Что бы вы ни скушали, что бы вы ни выпили. Он не должен. Языком поймали, проводите, да? У вас зубки гладкие. Если налет появился, эта паста вам не подходит. Кто-то мне писал, как он может не появиться. Он всегда появляется, что-то съешь, что-то выпьешь. Значит, паста вам не подходит. Еще раз говорю. Я просто много перепробовала. Я знаю, о чем я говорю. И то же самое мне говорил грамотный стоматолог. Вот от этой пасты у меня налет не появляется в течение дня. Она работает на зубах. После того, как вы почистили зубы, она их защищает. Либо чем-то обволакивает, либо еще что-то. Поэтому я свое предпочтение отдаю вот именно этим пастам после миллиона уже экспериментов. Дальше и фраше. Система по уходу за волосами брала. Можно на скидках по 250 рублей. Нет, по 299, наверное, каждый продукт взять. Так, это у нас шампунь. Уход, нежность для чувствительной кожи головы. Бережный уход для кожи головы и волос. А бальзамчик у нас. Кондиционер. Уход, восстановление для прововрежденных волос. Очень понравилось, как два этих средства. Работают в комплекте. Просто безумно. Мне подошел уход от ифраше и прям вот подходит идеально. Что бальзам, что шампунь. Волосы дольше остаются свежими, красиво лежат. Бальзам и кондиционер их здорово напитывает, придаёт объём на голове. Поэтому очень люблю. Буду обязательно ещё делать, когда заказ в ифраше. Повторю покупку. Однозначно. Может какие-то другие попробую. Может быть те же самые. Ссылку на ифраше всегда оставляю под видео. Всё, кому нужно, проходите, смотрите, знакомьтесь с продукцией. Гель для душа. Гель для душа манго и кориандр. Классный, классный, классный. Невозможно. Гели для душа меня ифраше покорили. Так же, как их ароматы интересные. Прям манго. Сочный манго. Но вот почему-то, когда я этим гелем для душа, с этим гелем для душа моюсь, он на моей коже не раскрывается. И как-то наоборот потухает. Не слышно его совсем. Ну ладно. Зато приятно. Приятно всё равно. Потому что я люблю вообще манго во всех его проявлениях. А тут тем более аромат бомбезный. Мне так нравятся эти флакончики. Это такой толстый пластик, который вот так даже не промнёшь. Прям вот безумно нравится. Оформление у ифраше, конечно, достойное. Очень достойное. Такой же плотный пластик, кстати, у шампуня. Прям вот плотный. Красивые флакончики. Зелёные, сочные. Выкидываю без зазрения совести тушь секси палп, да? Правильно. Который вы мне пели оды, многие из вас. Но, как оказалось, не многие. Потому что, когда я свой отзыв на неё оставила, всё-таки много очень девочек написали, что это не тушь, а полная Г. Мне не понравилась она абсолютно. Она ещё новая. Я ей красилась всего неделю. Вот такая ворсистая кисточка. Слегка такая в форме песочных часов, да? Здесь 10 мл. Туши дофигища. Вообще не понравилась. Просто я как только не пыталась ей краситься. Ресницы кто влез, кто под рова. Вот ужасно. Просто ужасно. Уродует ресницы. Не удлиняет. Да, она, может быть, их как-то распушает. За счёт того, что они, кто влез, кто под рова. Одна ресница в ту сторону, эта в ту. Мы не всегда встаём с утра, и они у нас реснички одна к одной, да? Поэтому я люблю ту тушь, которая здорово их фиксирует. Вот Фаберлик, да? Пожалуйста, смотрите. Все одна к одной. Несмотря на то, что у меня до покраски ресниц они были не совсем такие ровненькие, да? Все одна к одной. Удлинение, всё прекрасно. Но здесь это такая гадость. Мне так не понравилось. Да, она не отпечатывается. Но у меня и тушь Фаберлик не отпечатывается. Кто хайлых и говорил, что это находка, потому что не отпечатывается. Вы не пробовали Miss Curl. И тушь из линейки Glam Team. Они тоже не отпечатываются. Старые и дешёвые туши Фаберлик я не рассматриваю. Это в любой компании есть дешёвый продукт плохой, в любой есть хороший, да? Я говорю только именно про эти две туши. Если вы их не пробовали, не говорите, что туши Froshe лучше. Вы попробуйте сначала Фаберлик Miss Curl и Glam Team в малиновой упаковке с силиконовой кисточкой. И потом мы с вами на эту тему обязательно поговорим. Это гадость. 400 рублей с чем-то на скидках, а так по 1000 рублей она стоит. Это просто развод на деньги. Я бы ей 50 рублей даже не дала. Вот девчонки, ей богу. Выбрасываю. Ну вот и всё, мои хорошие. Вот такие пустые баночки скопились у меня в этом месяце. Надеюсь, что моё видео было интересно и полезно. Если так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте свои вопросы. Всегда открыто для общения. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Ладно.